Вот я говорил вам, что Бог это промежутки между мыслями. Промежутки между мыслями это тоже тишина. И Бог в тишине. Бог в тишине. А образ жизни людей, которые они ведут сегодня, он таков, что везде шум, везде мудрость. Везде музыка, везде что-то играет, что-то там, везде как фон. Телевизор работает, музыка играет, люди говорят, стараются перекричать. Это мне непонятно. Ремонт гермет. Ну, ремонт это понятно. А вот просто, как говорится, играет музыка, и на фоне музыка какой-то идет текст. Вот это я не понимаю, для чего. Все время шум. Все время шум, да. Когда нет шум. Все время шум. Да, потому что человеку, для человека, знаете, для него страшно остаться наедине со своими мыслями. Потому что, как в тишине, он остается один на один с собой. А там такой кошмар и ужас, что он боится этого. Поэтому нужно все время внешний раздражитель, чтобы внимание наружу ушло. Понимаете? Вот почему все время музыку, 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 чтобы не думать ни о чем. Чтобы, не дай Бог, остаться наедине со своими мыслями. Потому что это самое страшное, что может быть для человека. Деградация настолько сильная, да. И настолько стремительная. Что просто остаться один на один со своими мыслями. Для человека смерти подал. И поэтому все время музыка, что-то какой-то, телевизор, музыка, чтобы что-то играло, чтобы фон был какой-то, что-то вот бренчало. Чтобы раздражитель был какой-то. Шум, чтобы был все время. Шум. И тогда отвлекается от мыслей своих. Почему? Потому что у его сознания абсолютно нет Бога. Вообще. И по этой причине ему нужен все время шум. А когда сознание начинает изменяться, оно начинает развиваться, тогда человек начинает ценить тишину. И вот стремление к тишине, на самом деле, критерия определенного уровня развития сознания человека. Это то же самое, что обращение внимания на промежутки между мыслями. И это заговорит о том, что человек может остаться наедине со своими мыслями. Они не такие страшные. И не такие отчаянные. И не такие безнадежные. Вот простой критерий. Очень простой критерий. Дхьяна. Молчаливый диалог с собой. Погружение в промежутки между мыслями. Вот что такое Дхьяна. Очень прост. Потому что вот тот внутренний шум, который в сознании, в маносах людей, это есть самое страшное для них. Они его не выдерживают. Шум внешний, он лучше как, чем шум внутренний. Понимаете, о чем я говорю, да? Шум мыслей. Он такой, что вынести его невозможно. Поэтому старайтесь находиться больше в тишине. Чем больше человек в тишине, тем ближе он к Богу. Потому что точно так же, как Бог в промежутках между мыслями, Бог в тишине. Бог и тишина – это одно и то же. Или другими словами, тишина – это голос Бога. Поэтому есть такая, если есть пагубная привычка слушать музыку везде, я не имею в виду раги. Раги идут от Бога на здоровье. А вот всякую человеческую музыку. Это очень плохо. А очень плохо – это зависимость. Понимаете, почему? Потому что внешний шум более приятный, чем внутренний. И человек идет по пути наименьшего сопротивления. Он к хорошему стремится. Потому что каша в головах у людей. Какофония звуков и мыслей. Поэтому страшно, страшно наедине с собой остаться. Очень страшно. Вот так. Поэтому если есть тяга к тому, чтобы остаться в тишине, это очень хорошо. Это очень хорошо. Это замечательно. Надо развивать и культивировать. Потому что стремление к шуму – это недостаток. То есть серьезный недостаток.